Музыка Почти 30 лет птицы начинали с маленького, как хобби, потом уже перешло все это в регистрации Меркурии, редкие виды. Музыка Если так, мы занимаемся не только павлинами, у нас лебеди, гуси, губки, фазаны, корочки декоративные. Павлины. Все считают его глупой птицей. Но вы знаете, что во много раз он не помогает. Удивительно. При ней такой маленький голод. Птица настолько ревнивая привыкает, если человек держит просто самца, во-первых, что сказать можно о павлине. Павлины это не парная птица, парами они живут, а самок не хватает. А вообще, птица, это как жеребец стадий, ему нужно от 2 до 3 самок. Ну, чтобы нормально мразились они, как говорится, не было недостатка в самках. Так вот, редко бывает, остается, когда у нас вот самцы взрослые, да, обычно их разбирают первый год. Это уже трехлетки, видите, на полный хвост прошли, к трем годам появляется хвост. Что касается ума и срока жизни. Павлин живет до 35 лет, извините меня, почти как лошадь, да. Настолько привязчив к человеку, что были случаи, когда он выслеживал кошку или собаку, которая была нет хозяина, потом ее убивал от ревности. Это безумно умная птица. Во-первых, она защищает двор от кошек, собак, от чужих людей. То есть, нападает, охраняет, с подрезанным крылом может как бы не улетать далеко, но спать на одной ветке дерева, на которой 99% будет, ну, как, фекалии, его раз в неделю убрали и все. То есть, очень чистоплотная птица, безобразно умная. То есть, если павлина приучать, у нас есть кроме лавея, то можно увидеть. Пашка сидит, ему уже 27 лет, он даже был на брошке космополита у него. К нему приезжают, не этот следующий, у нас следующая авария, старенький павлина, без самых, без самых сидит, именно для фотосессий. То есть, его можно грудному ребенку посадить на руки. Так приучить павлина не очень легко, то есть, с детства заниматься надо. Ну, такие, ну, как, такие способности есть у этой птицы. Несмотря на то, что головка пропорционально, как лодика, крохотная, так как окажется, где-то там мозг, но птица безобразно умная. То есть, она еще и ревнивая, привыкает к человеку очень сильно, к хозяину. То есть, если его кормить, ну, там, ягодку давать, что-то еще. То есть, были случаи, когда приезжала женщина у меня, там, курочки, что-то еще, и вдруг зашли мы в вольер. Вот с ней девочка была, лет, наверное, 12-13. И павлин подошел, молодой павлин подошел, положил крыло ей на плечо и положил голову. У мамы слеза крокодили, сколько стоит, я говорю, что 5 тысяч, грубо говоря. Вот, она забралась счастливой, не собираясь покупать павлина, хотя понимая, что вы можете кричать, и будет кричать, да, то есть, соседи, это надо учитывать эти моменты, да, у нас здесь ползу, у нас здесь взрослые самцы. До двух лет они не кричат, потом начинают кричать. То есть, весенний гон, от этого никуда не денешься, крик очень сильный. Открывают хвосты друг перед другом. И все это ерунда, что говорят, без самоканий хвосты не открывают все, они открывают хвосты друг перед другом также ходят, танцуют. Так что, довольно умная птица. Вот видите, здесь у нас в наличии вот сейчас есть и белые, пепельные, можно пойти показать, вот это вот стоит у нас обычный индийский павлин. Нет, это фиолетовый павлин. Вот с черными крыльями. Это черноплечье фиолетовое, это обычный индийский павлин. Это вот черноплечье обычный павлин. То есть, они отличаются, пока на них сложно. Ну, как специалист уже знает разницу. Просто еще могу случай рассказать. Был у меня случай там с горного цвета. Звонит мужчина. Слющий мальчик пусть белый-белый павлин. Почему белый-белый? Ну, как, это ж крутая игра. Нет, буддийский жигули белый, запорожье жигули. А есть май, бах-бенки. Вах-вах-вах, приехал и все купил. И удивил горное село именно опалами, фиолетами, редкими видами. У нас самая большая коллекция в России. Мы первые начали купить в Штатах и в Австрии поголовье. Они только-только сделаны, как бы там мутационные виды. Кстати, они не храняются государством. Очень удобно. То есть мутация, это, ну, не считается, просто не попадает. Они видны, цвета очень красивые. Кофе с молоком, пепельные там и так далее. Их купил, привез в свое корное село. Удивить, что вот так и так. Многие держат вообще не на яйца. Так очень многие. Особенно вот те, куда, ну, зоны как из Мазаревской, там, зонного отдыха, где зебра. Приезжает хозяин набирает разноцветных павлинов всех самцов. Набирает разноцветных фазанов пакетом. Желтого, красного, алмазного. Это копейки стоит. И всех их выпускает. Когда они не видят самок, они драться в любом. Они не обращают никакого внимания. Но все цветные, все с мостами, все красивые. Самка некрасивая, но стоит в два раза дороже. Потому что она приносит деньги. Но если вы не будете инкубатором заниматься, вам это не нужно. Держите просто самцов. О птице можно говорить бесконечно. Краснокнижная птица, как черные лебеди, мандариты. Черных лебедей мы брали. Иначе все в парке революции с документами. Все потому что краснокнижную птицу брать без документов нельзя. Мало того, что мы регистрируемся в Меркулии. И продавать я не имею права те, кто не зарегистрируется. То есть они не имеют права содержать в Меркулии. Но ее, к сожалению, у нас не так много видов. Но те, которые особенно разводятся на территории России, они в Красной книге более жестко охраняются. Это плыда уголовного преследования. Поэтому надо понимать, когда вы хотите какую-то резкую птичку, надо посмотреть, не находится ли она под экраном. И чьей что-то. Можно ли ее содержать или нет. И так очень много разноцветной красивой птицы, которая не подлежит никаким самцам, как говорится. Можете содержать, радоваться. Дает приплод. Кладка яиц. У вас много это будут собирать и сейчас в инкубатор отвозить. Вот это как бы размножается. Все это в инкубаторах разводится. В основном это сама не высиживает. В основном кур, да. А фазаны, павлина нет. Вот будки, лебеди, да, они тоже садятся. Водоплавка хорошо высиживает. А что касается фазанов, павлина, тогда он в инкубатор. Потому что он может посидеть, посидеть, встать. Видишь, там вывезти совсем чуть-чуть. Чтобы было поголовье, чтобы это было рентабельно, чтобы можно было все-то сработать или в карман купать. Конечно, надо в инкубатор закладывать, разводить, птичку подавать. Это дерево номер один на планете. Я его так называю. Это мое самое любимое дерево. Название его Генга-Гелуба. Родилась она, появилась на планете, минимум 250 миллионов лет назад. Срок жизни его теоретически 17 тысяч лет. Никто столько на планете. Вот это дерево порядка 12 лет. Те старше, которые уже по 30 лет стоят. Маленькие вот такие продаются у нас 300 рублей, 600 рублей. Аллея, которая у меня в Маточнике, они такие толщиной 9-метровые. Самая северная аллея. Дерево уникально во всем. От него родились все хвойные на планете. То есть елки, сосны, пихты, можжевельники и так далее. Появилось это дерево. Ничем не болеет вообще. За 250 миллионов лет научилась себя защищать от всех вредителей, от всех болезней. Грибков, вредителей. Никто его не трогает. То есть дерево умное. Растет как корень же решения во все стороны. Если не формировать, будет и такая интересная форма. У него лист не рассвоенный. Но это хвоя. Считается хвойным деревом. То есть от него появились все хвойные на планете. Мало того. Оно выводит радиацию прекрасно из организма. Настойка с листьев золотых. Выводит все холестериновые бляшки. То есть последствия коронавируса. Таблетки и янковые все знают. То есть чистка сосудов. Удлиняет срок жизни человека. И когда общаешься с таким деревом. Подходишь. У меня стоят такие толстые, большие, 9-метровые. Подходишь и чувствуешь энергетику. Но энергетика настолько сильная. Почему им заинтересовались ученые? В 1945 году во время Хиросина в эпицентре взрыва от корня. В центре ядерного взрыва пошло только это дерево. То есть не от семечки, а именно от корня. Не боится радиации. Вообще ничего не боится на планете. Если говорить о юрском периоде, их всего 6 деревьев юрского периода до нас дошли. От кого родились все растения на планете. Это арукария, кунингамия, криптомирия, валемия и метасиквоя гинго. Гинго самая старшая. А вот метасиквоя и гинго у нас живут спокойно. Выдерживают наши морозы. Остальные немного более южные. Так вот эти деревья все ничем не болеют. Если сравнить, что они жили от 190 до 250 миллионов лет на планете. И взять, например, ребенка какого-то, маленького. Тот же лотос. Он всего 70 миллионов лет. Но за этот коротюшенький промежуток 70 миллионов лет он научился стал ядовитым внутри. Его рыба не ест, не толстолобик, не белая мура. То есть он уже поумнел. Хотя это ребенок, с вами не с гинго. То есть 70-250. Представьте себе, когда говорят, зачем мне дерево, которое 17 тысяч лет, я его не увижу. А вы посчитайте, насколько эта память останется ваших поколений. 850 поколений ваших потомков будет дерево наблюдать. Поделитесь 17 тысяч лет на 20. Вот и вся арифметика. Приезжают все у меня наши уважаемые люди. Собирают осенью лист. Падает он тоннами. Делают настойку. Настойка действительно. Только нельзя злоупотреблять. Там 10-15 капелек выпивается. Не обязательно делать настойку, как на водке, на чаще. Можно просто чай заваривать. Можно просто зеленый листик заваривать. Польза всегда есть. Но больше дается выжимка, эликсир. В 10-15 капелек выпиваешь. И вот эта чистка сосудов. Вывод радиации и так далее. Это самое полезное дерево на планете. Полезней ничего нет. Что мы наблюдаем. Мы видим, как цветет банановое дерево. Где же листья банановые? Бананы у нас тоже есть. Но бананы это трава. Это дерево. Это дерево. Видите, вот бутоны красивые, красные. Это именно банановое дерево. Азимина Трилова. Они удерживают наши морозы. Эти два взрослых привезли с Арказии, посадили. А молодые мы торгуем. Чем отличается это дерево от всех? Как гинго лидер среди всех деревьев планеты, так и банановое дерево лидер среди фруктовых. В будущем. Почему? Потому что все деревья опыляются пчелами. И только 1,5% ветер опыляет. Кому нужны сады, коммерчески невыгодные. Если будет яблок, там по два яблока на яблоне. Понятно, что они останутся. Для потомков, для внуков. Там персик созрел. Один радость. Вентиляторами будем опылять. Но пчел осталось 17% на планете. И дальше тенденция идет вперед. Пчел становится меньше, меньше, меньше. Чем отличается это дерево? Ему не нужны пчелы. Не появится, она пыляется мухами. То есть оно уже пережило все эти войны, катаклизмы, как те микроорганизмы, которые дышат сероводородом в вулканах, которым не страшна ядерная война. Так этому дереву не страшно вымирание пчел. То есть дерево будущего. Живет уже даже в Москве. Удивительно. Вот эти деревья из Абхазии. Да, вот они были пострадальными у них. Так говорится, пересаживали почти открытую крыльевую систему. Он не в такой год обрастает. Здесь мы совершили ошибку. Слишком в жаркое место их посадили. За счет отражения опадают плоды и осыпаются. В другом месте у нас едят более удачно. Четыре очереди. Сократ все отпустили. Может быть тенек спасет в этом году плоды. Посмотрим. Но факт, что видите, обильное какое цветение. И опыляется мутами. Даже бывает привязывают какую-то тухую сосиску, чтобы больше мух было собиралось. Вот такой интересный плод. Плод по вкусу как банан и хурма. Лешки очень годится на все. Такие настойки и так далее. Так что вот такое интересное растение. Что мы здесь видим? Мы видим, кажется, какая-то там помидорная роса. Да нет. Это дерево, которое будет снабжать кислородом всю планету. Владимир Владимирович Путин поставил задачу сделать так, чтобы не бразильская амазонка была донором кислорода планеты, а Россия за счет своих территорий. Я отчитался, мы задачу выполнили. Одно дерево такое дает 40 тонн кислорода в год. В сравнении с елью она дает 1,5 тонны. Или знаменитый тополь, который считался незаменимым всего 14 тонн. Полуния Волочная за счет огромного листа до 95 см. Самое быстрорастующее дерево планеты. Шикарнейший медонос. Быстрее не растет уже ничего. То есть за год выходят 5-6 метров ствола. Вот такие огромные листья. Как-то зацветает. Бело-голубая крона. Шикарно смотрится. Медонос шикарный. Но факт не в этом. Факт в том, что выдержат 30, а сейчас эти деревья уже и 36 выдержат. То есть они уже могут в Дальний Восток и Москва. И это обсаживаются все полигоны для того, чтобы максимально дать кислорода. То есть все эти заводы, карьеры брошенные, угольные разрезы и так далее. И все, и задача выполняется. Территория огромная. Одно дерево 40 тонн умножайте. Какая амазонка, она рядом не стояла. Ну еще единственное, конечно, водоросли дают в океане. Но я надеюсь, что мы будем давать больше водорослей. Все планы сбываются. В том году это лидер продаж был. Это вот только распектировали из кассеты. Она начиналась вообще на опте у нас по 20 рублей. Потом 70 рублей. Такая уже поставили в горшочке подороже. А так все размеры есть. Пожалуйста, копаем готово. Павлуния волочная. Запомните название. Это дерево спасет мир. И так мы стоим возле гималайской сосны. Возраст 7 лет. Почему она стоит на 100% солнце? Как ответить на это? Так вот. Эти сосны, как правило, сюда привозили взрослым из Италии. Климат не совпадал. И вот такое дерево, вот такой коплят стоит только точно больше 100 тысяч. Покупая его, тратя такие деньги огромные. Вы понимаете, что у вас будет сразу красиво. Она на самом деле погибает. То есть, как правило, сосне нужно 100% солнце. Она не привыкла к нашему климату. Она погибает. Эти сосны выращены именно из таких маленьких штучек. Они отстояли у нас в клинике. Видите, на заднем плане первый год маленьких горшочек, а второй год уже на солнце больших и так далее. Они вошли в наш климат. И только после этого можно вот так смело сажать ее на 100% на солнце. В наших соцсетях я недавно выкладывал, показывал, как к нам приехал специалист из Томска. Одна из родителей богини Алла Тау и вот этих кедров. То есть кедровые сосны. В Сибири нет кедров. Там есть кедровая сосна, там есть съедобные орешки. Кедра делятся на три декоративных. Это гималайский, атлантский и ливанский, которые не дают шишку, ну как семечку съедобную. И кедровые сосны. Это корейская, европейская, кедровый сланик и сибирская сосна. Так вот, видите место прививки, да, на всех. Вот здесь привезли нам привой. Это стоит уже 200, почти 300 привитых. Мы два дня потратили, убили. Приехали свежие, в третьем поколении кедры. То есть кедры, которые не 200 лет ждать, которые шишка будет на пятом этаже, а которые на груди. На уровне груди уже шишку делают. Именно съедобную. Так вот эти будут еще ниже давать, если получится. То есть они будут уже в поезд давать кедровые шишки. То есть цены этим деревьям нет. Пока мы ждем, пока еще три недели не прошло, будет видно, какая прививка прошла, какая нет. Я сам учился, порядка 50 штук сделал сам, набивал руку. Самое главное это привой, именно взять его в том поколении. Вот начинает. Она желтеет, уже видно, вот можно показать. Вот она желтеет. Это нормально. Если пойдет с нее отсюда, пойдет с нее. Вот на то уже пошел. Так, не будем, не будем загадывать. Рано еще смотреть на это. Потом уже срежется макушка. То есть убирается, не нужно будет. И пошла шишка. Образцы у нас есть, они пока не продаются. Если получится, это будет прорыв. То есть такое все захотят. Но ценник будет просто космос. Потому что, представьте себе, аэропорты закрыты. Это с этим Снежицы, с этими ящиками. Она бедная там с Томска, едет в Москву, летит, пересаживается в Ставрополь. Там на такси сюда. Короче, это целая песня. Но мы это сделали. Получилось, не получилось, судить будем чуть позже. Пока рано говорить. То есть мы занимаемся. Это самая сложная прививка, которая только бывает. Именно на хвоем. Я стоял в цветущей кардерине Южной. Этим растениям 6 лет. И здесь уже мы опыляли все перекрестно. Вот так вот. У нас получились семинасы. Мы будем аккессией. Это растение очень интересное. Оно мягкое. В отличие от юки. То есть оно не уколе глаз ребенку. Безопасное в этом плане. У нас и 5 морей. Ну, много такие центры. Правильно такие растения взрослые. Ну, чтобы украшать внутренний интерьер. На улице оно зимует. Но зимует под вопросом плохо. Может потереть слово. Боковые. Как комнатное растение великолепное. Запах оператора понюхал необычный. Да? Вот не скажешь, что он неприятный. Есть там всякие кактусы, которые воняют буквально. Или нет. Он ни на что не похожий. Особенно, когда он стоит рядом с красным чаем. Египетским. Как когда? Да? Вот бутон. Потому что это такое. Это вот такой бутончик. Собирайте бутончики. Нам никуда ездить. Только в Египет. Заваривайте чай. И пусть все нам есть. Готовое цветущее растение такое. А это вот, кстати, петаха. Это, которое сердце дракона. Фрукты. Вот. Едите. Все размеры есть. Это такая. Желтая. Самая вкусная идет. Эти все вещи. Их любит народ. Берут по комнатам. И саживают. Вот самое красивое дерево планеты. Пока цветения мы не наблюдали. В парк Игалинского несколько штук привезли. Это же каранта. Знаменитое. Офелковое дерево. Копейки стоят. Вот двухлетний стриженный потенцией уже деревце. Стоит там что-то или 500 или 300 рублей. То есть не так дорого. Потому что у нас их много. Вот такой интересный. Вот мы зашли в такую тепличку. Которая на лето забрасывается. Зимовальная. Зимовальная идет. На лето забрасывается сеткой. Здесь пока используется подогнать черенкование. Зимовое хранение. То есть так как у нас симпроизмонамещение сейчас самое важное. Потому что из-за границы почти ничего не приходит. Границы почти закрыты. Что-то мы брали в таком формате. Кассеточки брали заграничные. Теперь мы все делаем сами. У нас еще огромное теплице. Там стоит все это. Ставится. Режется. Черенкуется. Сеется. Вообще отдельно. Десятки миллионов поднимается. Могу показать. Вот так накопители стоят. Пальмы и так далее. Кстати, пальмы мы снабжаем. Могу анекдот рассказать. Дедушка один. Ну как. Я тоже старенький. Но он постарше меня. Дальнобой всю жизнь возил. И мы грузим ему гидробор с 7-метровой пальмами. Битком. В Сочи. Из Ростова. Сынок смотрит на меня. Говорит. Ничего не перепутал. Обычно я их назад возил. Я говорю. Все поменялось. Теперь мы снабжаем пальмы. А почему? Да потому что там у вас долгоносик все съедает. И мотылек. А здесь стерильная зона. Здесь они выращиваются здоровые. Эти пальмы. И вот озеленяет Адлер. Отели. Муниципалы. Сочи. Детский центр. Все нашими пальмами сделали. Зачем далеко ходить? Где все выращиваться здесь? Пальма фальмика Фосфорчуна была еще в Вашингтоне. Но нам ее отравили. Это тоже пытались отравить. Вот на 3 зимы у нас перезимовало. В контейнере. То есть ставится коробочек. Подогрев. И так зимует в Ростове. Давно уже. У меня маточники. Порядка 12 пальм разных. Вот она самоплодная. Это пальма. Что удивительно. У нее крона пострадала. Прижималась к упору. Низкий был к упору. Поэтому она сейчас растет за лето. А вот бутоны. Они опыляются сами. Удивительно. Что то есть есть и мужская и женская часть. На пальмах это бывает большая редкость. Так что финики собираем. Это наш ростовский пальм. Мы их сеем. Можно все задержать. Мы рассказываем много лет. Что пальмы могут жить в грунте. Только надо технологии соблюдать. Правильно вовремя их укрывать. И вот пожалуйста. Она здесь маленькая сидит. Вот так вот. Она уже все выросла. А крона должна быть большая. Вашингтоника еще покрасивее. Вот Баллада Вашингтония стоит. Будем сажать ее вместо той пальмы. Которая была взрослая. Здесь огроменная. Агроменная толстая была. Вот. Двухлетняя Вашингтония. Будем ее высаживать уже сейчас. Из этого горшка. Вот так по работе. Она будет уже здесь жить. Так как старших просто нет. Это что касается пальм. И так вот. Знаменитый Климсен Кинг. Все за ним гоняются. Краснолесный клен. Итальянская поставка. Вы видите. Даже в Нашу Морозу все равно трещинка идет. На третьем у нас раковая опухоль лечится. Вот. Эти клены очень капризные. Мало того, что они стоят колоссальных денег. Они у нас очень плохо живут. У нас садовая погибает. Много их сажали. Вот. Аналог. Косновистному дереву. Поверните. Посмотрите. Покажите. Вот. Взрослые сливописары. Не только-только от суверей. Вечно красное. Шикарное красивое дерево. Мало того еще дает. Масенькую. Масенькую. Такую сливку вкусненькую. Из которой делают эти маленькие. Вот такие крупномерные. Ну не такие. Не такого размера. Чуть поменьше крупномера у нас есть и маленькие. Но. Это самая популярная позиция из краснолистных деревьев. Самая. Ну как. Неприхотливая. Можно сказать. Да. И самая такая. Довольно-таки быстро растущая. Красивейшее. Цветине. Только-только облетел цвет. Розовым цветом. И вскоре. Вот. Вы мне задаете вопрос. Как я пришел к этому всему. Бизнес начинался очень давно. В девяностотетевтом году. Сначала был Альфа Дон. Потом Альфа Дон Тур. В девяносто седьмом. Потом был Веселый Роджер. А вы же потом назвали Южной столицей рекламное агентство. Быть этих паспорт. Очень много компаний. Которые были созданы. Но рекламное агентство Южная столица. Сейчас вы знаете наши. Ну как-то вот. Наверное когда человек взрослеет. Его больше к земле тянет. Но птицами давно занимаются. В тринадцатом году я открыл сначала. Когда старшего сына открыл. Садовый центр. Ну как бы бизнес его сделал. Но он не особо так. Желание заявлял. Пришлось самому. И вы знаете. Я не жалею ни о чем. Сегодня мы поменяли полностью. Вообще всю картину. Весь вид. Раньше все возили. Теперь перестали возить. Мы надевали питомников. Мы выращиваем миллионами растений. Мы делаем очень хорошее дело. Полезное. Во-первых закаляем очень много растений. Ну не пальмы примерно. Что угодно. Там инжир, гранат. Там банановые деревья платят. У нас могу кстати показать цвету банановые деревья. Вот. И так далее. И так далее. Плюс еще всякая экзотика комнатная. Куча ее. Ну это бокс. Вот прийти к этому. Чтобы получать от этого удовольствие. Получать от этого кураж. И делать добро людям. То есть ну просто продавать недвижимость. Там что-то мерить. Какие-то аэропорты. Я не знаю. Там вешать щиты. Ну наверное. Стало не так интересно. Хотя все это движется. Все это есть. Все это идет. У нас полный цикл населенника. Техники своя. От всех кранов. Самосвалов. Манипуляторов. Там и так далее. Не экскаваторов. Бульдозеров. Полностью все свое. Замкнутый цикл. И делать из пустыря конфет. Наверное это интересно. Я думаю. Это останется в плане. Особенно когда рассаживаешь такими деревьями. Которые живут по 17 тысяч лет. Вот выращиваем. Селекционируем. Прививаем. Сейчас научились прививки хвойных делать. Кедровую сосну делать на обычную сосну. То есть уже чтобы шишки были на уровне груди и собирались. Много-много-много достижений. И все сразу не перечислишь. И честно говоря это вызывает удовлетворение. А еще вопрос. А как вы ищете агрономов? То есть это вот мне кажется сложно. Агроном. Проблема номер один. У нас до сих пор нет хорошего агронома. Было несколько кандидатур. Пытались работать. Либо я не находил с ними общий язык. Мои требования не устраивали. Либо меня не устраивала их квалификация. То есть мне нужен агроном на хорошие сдельные деньги. Очень большие деньги сразу говорю. Если кто-то нас слышит. Говорите. Питомники наращиваются. Один двадцать гектаров. Один восемь гектаров. Маточник. То есть замкнут отсыпал. Все воспроизводство свое. Естественно. И вовремя и подкормить. Вовремя пролечить. Вовремя понять. Что копать. Что переставлять. Что укропнять. И так далее. Огромные теплицы стоят. Сто метровые кромки. Все это есть. Но как бы приходится. Пока командовать всем самому. Если человек обучается. Вот я. Кадровый военный. Бывший. Закончил военное училище. Послужить успел. Потом успел заработать пенсию. Водолазную. Десять подводного стажа. Семь тысячи. Пошел все океаны. Если всему этому успеваешь учиться. Быстро-быстро. То с возрастом. Этому всего. Если еще есть интерес к этому. То уже вникаешь. Быстро. И быстро-быстро понимаешь. Я вот очень много интересных вещей. Я считаю. Ну как бы. Моими заслугами. Я доказал. Что. Могут оказывается. Тополя. Не падать. На наших детей. На наши машины. Не убивать. А вся ошибка была в том. Что. Семьдесят лет тебе. Я здесь. Академия. Учила. Черенковать. Тополь. Чтобы не был. Пуховым. Потому что. Считалось. Будет 99% самок. Если сеять. А я провел эксперимент. Я высадил поле тысячи штук. Посчитал. Получилось. В ручном режиме. В жизни ребенка. Стоит 6 рублей 67 копеек. А в режиме государства. 33 копейки. Объясните. Родителям. Что. Государство сэкономило. Сэкономило 33 копейки. Чтобы не убили их ребенка. Нормальное решение. Все. На самом деле. Для этого не нужно агрообразование. Для этого нужно просто попробовать. Вот этот. Платан. Мы пересаживали. В жару. В лето. Поверните. Вот видите. Отпиленный. Привезли его. В пекло. Выкопали его. 20-ти метровый платан. Снял под высоковольткой. Забрать было целиком нельзя. Отпиленный. В решетку сделал. Семь тонку. Мне все сказали. Что он погибет. Сто процентов. Я говорю. Давайте посмотрим. Я доказал. Что это можно делать летом. Арифметика простая. Тут нужно ко всему подходить так. Чтобы не было пересушивания. Раз в корне убрали 95%. За 95%. Залмажное цепило. Завернуть. Испарение убрать. Мотан живой. Оказывается. Все очень просто. Для этого не нужно быть. Это интуиция или все таки. Может быть интуиция тоже в чем-то. Да. Конечно мы ошибаемся. Где-то да. Какие-то ошибки совершают. Пробую. Но если не пробовать. Не совершать ошибок. Как можно научиться. Это невозможно. Это невозможно. Кстати. Но он вверху. Ипотографии.